Бизнес и власть в очередной раз встретились для диалога. В Твери прошел третий региональный форум, собравший более 300 предпринимателей со всей области. Какая форма работы была выбрана в этом году и какие вопросы поднимали, об этом рассказывает Мария Шалованова. Бизнес-центр Тверь на Смоленском, 29, уже традиционно стал площадкой для диалога представителей бизнеса и власти. Форум стал местом для прямого разговора на проблемные темы предпринимательства. В прошлом году он строился на общении внутри проектных групп, а в этом по новому формату. В этом году новый формат, совет по предпринимательству, тоже было поручение губернатора в прошлом году, как постоянно действующий проектный офис. И в принципе этот формат рабочий. Прошлый год показал, что бизнес умеет анализировать документы и умеет вырабатывать предложения, которые потом ложатся в основу региональных муниципальных норм. Главной темой разговора стала реализация одного из 12 национальных проектов. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности. Площадка форума одна из немногих, где представители бизнеса могут сами анализировать, как органы власти спланировали расходы бюджета по предпринимательской статье. Кроме того, здесь появляется возможность вести открытый диалог и сообща вносить правки в региональный проект развития предпринимательства. Власть и бизнес по большому счету мы делаем одно дело. Создаем рабочие места, привлекаем инвестиции в регион, создаем налогооблагаемую базу, в том числе для того, чтобы могла функционировать наша социальная сфера. Поэтому я думаю, что эта площадка, она такая очень удобная, удачная для того, чтобы обменяться мнениями. Не только реализация национального проекта обсуждалась на форуме. Были затронуты и острые темы предпринимательства, которые напрямую касаются всех собравшихся в концерт-холле бизнес-центра Тверь. Предприниматели не только о системных вопросах заявляют, но и о проблемах. Поэтому и площадка откровенного разговора позволяет эти проблемы брать на контроль, в проработку. Мы пригласили контроль надзорные органы, руководители Министерства ведомств, с тем, чтобы в порядке индивидуальных консультаций можно было снять возможное напряжение, если оно такое появляется. Подробнее о том, к чему удалось прийти и какие вопросы больше всего интересуют предприниматели региона, мы расскажем в следующем выпуске новостей.